Мы подходим к концу длинного разговора про историю Римской Испании и, как я и говорил, завершать мы будем разговором про распространение и укрепление в Испании христианства. Собственно, легенды о появлении христианства в Испании многообразны, но наиболее влиятельны, наверное, две легенды. Во-первых, это, конечно, о семи учениках святых апостолов Петра и Павла, которые, дескать, перешли в Испанию и основали семь первых христианских общин. Вторая легенда гораздо более известная и имевшая гораздо больше исторических последствий, больше отзывающаяся, как вы понимаете, еще и сейчас, в 21 веке, это легенда об апостоле Иакове, который прибыл в Испанию и основал, значит, общину в городе Ирия-Флавия, потом вернулся в Палестину, где, собственно, его и убили в 44 году на шее. А ученики его, дескать, тайно вернули его тело в Испанию и тайно же похоронили. И, да, легенда, как вы понимаете, возникает в начале 9 века, когда его тело, тело Святого Иакова, якобы было обнаружено епископом Терадемиром. С чего, собственно, начинается культ Сантьяго испанского, да, откуда, собственно, дорога Святого Иакова, паломничество в Сантьяго до Компостела, вот, и все вот это вот, что существует до сего дня. Это вот, значит, относится к одной из легенд. В данном случае, вот на церковном светильнике, да, керамическая лампа, вы можете увидеть символ Святого Иакова, один из самых распространенных, любимых испанцами религиозных символов, ракушка. Раковина, вот она лежит, как бы сказать, под крестом, да, вы видите. Но давайте от легенды пойдем дальше и поговорим коротко об источниках и о том, что мы можем утверждать. Ну, прежде всего, собственно, вы видите, да, из письменных источников, это, прежде всего, конечно, Тертулиан и Фас Цицелий Киприан, карфагенский знаменитый. А в архитектурных источниках и в эпиграфике, ну, прежде всего, в архитектурных, фиксируется, ко всему прочему, явное совершенно африканское влияние, то есть, элементы перечислены ниже, я не буду их зачитывать. Но о чем нам это говорит? Это говорит о том, что римское влияние, конечно, было, и влияние из римской церкви, конечно, шло. Но для Испании гораздо более референтной оказывается карфаген, как центр благочестия, да, как центр церковной политики, если угодно. Да, ведь, собственно, как вы наверняка знаете, если не знаете, то можете прочесть, что до середины пятого века, примерно, нет, ну, не до середины, до начала пятого века, Два церковных центра, Рим и Карфаген, соперничали, в общем, вполне на равных, и не было никаких предпосылок свыше, или там, никакой сверхъестественной убежденности в том, что именно Рим выиграет это противостояние. Легенду о приходе святого Петра в Рим и утверждение им там своего трона – это все немножко более позднее. Испания пережила две больших волны гонений на христиан. Ну, собственно, с одной стороны, она пережила их в составе всей империи, да, а с другой стороны, вот то, что мы говорили с вами в одном из предшествующих эпизодов, я говорил, если помните о том, что Испания оказывается наиболее романизованной провинцией империи, ну, после Италии, да, вот это играет в обе стороны. С одной стороны, это, конечно, там, повышение культурного уровня, больше строительства, больше, там, чего-то еще, но с другой стороны, и все инициативы правительства будут там осуществляться почти с тем же градусом настойчивости, что и в самой Италии, скажем, с гораздо большей силой и эффективностью, чем, ну, не знаю, в какой-нибудь Галюрии. Никого не хочу обидеть. Ну, вот. Так вот, первое общеимперское гонение – это Дециевы, знаменитое Дециевы гонения 249-58-го годов, причинами которых стали, да, и рост христиан, их числа христиан, их сознательное уклонение от занятий публичной должности, и их игнорирование культа императора, прежде всего, да, и, собственно, вот, именно с Дециевыми гонениями связаны первые известия о христианских мучениках в Испании. Это, прежде всего, дараконские диаконы, они перед вами, но совсем не только, да, это, как бы сказать, не единственные мученики Дециевых гонений в Испании. Вторые гонения значительно более страшные, ну, страшно говорить о гонениях, слово значительно более значимое, да, гораздо более масштабные и жестокие репрессии. Это диаклитиановые гонения. Они проходили с 93 по 31 примерно год, потом продолжались еще немножечко в начале правления Константина, но там Испания его почти не затронула. Вот здесь мы знаем историю против язычников Орузия и поэму «Пруденция» знаменитую. И, собственно говоря, диаклитиановые гонения принесли огромное количество мучеников в Испании. Это и 18 царагозских мучеников, и Евлалия Меринская знаменитая, и святые Юсты пастор, и Зарковыда, и Нарес, и так далее, так далее, так далее. Но именно, собственно, вот именно эти гонения, да, и стали последним шагом на пути к утверждению христианства, как официальной религии империи. Константин, политик, сменивший диаклитиана, да, политик прозорливый, мудрый, очень жестокий и до предела циничный, довольно быстро понял, что христианство нельзя истребить, но только если не перебить всех христиан поголовно, но для этого надо иметь гарантию, чтобы на самом деле перебили всех. Вот, а если нельзя истребить решилон, то надо что? Правильно, надо возглавить. И в 312 году издан медиаланский идит, как вы знаете, а в 325 собран первый Вселенский собор, он же Никейский собор. Вот, осуждена первая ересь, ересь арианства. При этом, как бы сказать, то, что арианство было осуждено, не значит, что оно исчезло. Несколько десятилетий после этого арианство вполне на равных соперничало с римским христианством. И опять-таки легко себе представить альтернативную ветку истории, в которой победило бы арианство. В конце концов, тот же Константин на смертном одре принимает христианство именно в арианском изводе. Эпоха императоров ариан, вы видите, да, длится до 381 года. Господи, какая досадная опечатка. Ортодоксальных, конечно, христиан. Ортодоксальных, извините. Вот, но тем не менее, несмотря на гонения к концу 4 века, пожалуйста, внимание на слайд. К концу 4 века в Испании существует 4, 5, я бы даже сказал, 5 метрополий. Тарагона, Брага, Мереда, Севилья, Картахена и более десятка епархий. Да, вот они перед вами, это синие пирамидки с одиночным крестом. Вот, то есть, это уже развитая церковная организация. И, ну, как всегда, впереди Бетика, вы видите, да, и Юг Испании намного более, как бы сказать, цивилизован, что ли, да, в этом плане. Но это, как всегда и везде. Соответственно, в 381 году Второй Вселенский собор в Константинополе. Да, прерву себя, извините, пожалуйста. Вот сейчас, посмотрев на карту, вот это вот неполный перечень испанских мучеников. Почти все, но наиболее известные мученики перед вами. Вы видите, что их довольно много. Итак, в 381 году, извините, пожалуйста, Второй Вселенский собор, да, на котором окончательно принят символ веры. Вторая часть им была вера принята, да, вот, осуждено язычество, запрещено язычникам занимать официальные должности. Дальше будет запрещено жить в крупных городах, дальше будет запрещено жить в городах вообще. Язычников будут последовательно вытеснять в сельские округа. Так что очень скоро римское слово «пагани», «селяне», «миряне», станет означать язычники. Откуда, собственно, английское «пэган», французское «пэйон» и так далее. Вот, соответственно, дальше вы видите, да, и дикты Феодосия против язычников, запрет олимпийских игр, осуждение одной ереси за другой. В частности, под осуждение попадает пресцелианство. Испанская ересь, внутри испанская, да, за пределами Испании пресцелиан фактически не было. Здесь единственное, что вы обратите внимание, по, как бы сказать, основным верхам истории видно, насколько условно, да, извините, пожалуйста, но условно, само понятие ереси, как оно выстраивается постепенно. Видите, пресцелиан изначально мирянин, и в 380 году и даций, и итаций, епископы Мериды и Асуны, выступают против пресцелиана мирянина. Обратите внимание, мирянина. Упрекая его в ереси и так далее, и так далее, и так далее. Он много пишет, вот, он образованный мирянин, да, вот против его текстов и выступают два епископа. Стремясь его защитить, два других епископа инстанции Сальвиан рукополагают пресцелианов, епископы Авеллы, делая его, как бы, одним из своих, да, одним из клира. Это не останавливает, и в 384 году был создан собор в Бордо, а в 85-м пресцелиан, несмотря на заступничество и Дамаса, и Амфросия Медиаланска, был казнен. То есть, вот, вы видите, да, здесь, сколь условно положение ереси, ересью она становится лишь, будучи окончательно осужденной, осужденной церковным собором. Вот, да и тогда это еще не означает поражение ее, как вероучение. Вот, собственно, после Миланского редикта, да, два коротких слайда, давайте основные моменты приговорим. Во-первых, соборы, церковные соборы. Они собираются в Испании в IV веке, мы знаем, несколько соборов, да, это вот собор в Эльвире, то есть Гранада, современный собор в Сарагосе, собор в Толедо, первый итальянский собор. При этом в соборе в Эльвире и больше всего епископов, и богаче всего каноны, богаче, в смысле, содержательнее всего, да. Затем цепочка соборов ненадолго прервется, и, а затем, когда в Испанию придут вестгуты, о чем мы еще будем с вами говорить отдельно, соборы достаточно долгое время будут проходить маргинально в таком полузаконном положении, да, потому что господствующим вероисповеданием, к слову сказать, будет орианство до конца VI века. Вот. Значит, от соборов к клиру. Прежде всего, к клиру это епископ, пресвитер, диакон и чтецы. Всё. Собор в Эльвире устанавливает требование соблюдения целебата, запрет на занятие ростовщичеством. При этом вы видите, да, что требование целебата – это требование желаемого, но не действительного. Потому что, с одной стороны, от клириков мы требуем целебата, с другой стороны, мы поощряем вступать в ряды клира сыновей клириков. Ну, вы понимаете, да, если есть сыновья, нет целебата, и наоборот. Там же устанавливается, впервые, собственно, начинают простраиваться юрисдикционная автономия клира. Здесь заходит через неотчуждаемость имущества клириков, уподобление статуса клирика и римского магистрата. Впоследствии в средневековом мире, повторюсь, это вырастет в юрисдикционную автономию духовенства. Епископ, собственно, исполняет две базовых роли в данном случае, да, это и высший священник, и только он, видите, может крестить, осуществлять Евхаристию, Елеосвящение и так далее. Остальные клирики только по поручению епископа получают это право. Вот, и только он может отлучать и снимать отлучение. Как я уже сказал, вторая функция, как я уже говорил, да, вторая функция епископов – это руководители городской администрации. Ранг дефенсера примерно равен рангу комита города. Ну, из наиболее известных примеров я приведу не испанский, но зато очень яркий. Аврелий Августин, епископ североафриканской гиппоны, обороняет город от осаждающих его вандалов и умирает в итоге в осажденном городе в 430 году. Отдельно следует упомянуть вот этих вот Виргенес део Сократе, дев, посвятивших себя Богу дословно. Это очень своеобразная иберийская форма церковной жизни, уже, можно сказать, женское монашество. Но дело в том, что монашество до конца 4 века не упоминается вообще. А вот эти барышни, да, такое предмонашеское, чисто хронологически предшествующее монашество. Мы мало знаем о Виргенес део Сократе, знаем, что у них был отдельный правовой статус, знаем, что они хранили безбрачие. Но ни о том, как жили, ни о том, чем себя занимали, к сожалению, ничего сказать нельзя. Вот таким образом, к моменту 5 века н.э., конца 5 века н.э., Испания выходит с развитой церковной администрацией, во многом дублирующей администрацию политическую. Что обеспечило минимальный политический хаос при, собственно говоря, исчезновении Западной империи. В следующей лекции мы будем говорить о становлении и развитии Вестгутского королевства в Испании. Сначала Туузского, а потом Толецкого. Что касается литературы. Русскоязычная, пожалуйста, перед вами. Обратите внимание на книгу «Циркина. Древняя Испания». Там довольно подробные главы, посвященные финикийцам в Испании, Тортессу и доримскому населению. Римскую историю я бы предложил вам читать по книге Мишулина. Это гораздо лучше, чем «Циркина». Ну, в идеале вообще взять курс «Горсии Девальда и Вияна» и почитать, конечно, эту историю по-испански. Неплохая работа Ричардсона в Испании. Хороша еще и тем, что доступна через интернет. Вот. А Харрис, Джилл Харрис, это относительно недавние 20 лет, да, но уже ставшая классическая работа по истории римских судов и римской администрации в поздней империи. Вот. На этом лекцию закончим. Спасибо большое. Спасибо.